Радиостанция 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 Сервисы сами для вас персонально подбирают плейлисты, но единственное, что останется по-прежнему незыблемым, будет пользоваться колоссальным спросом, это возможность пообщаться с умным человеком. А умного человека в современном мире найти все труднее и труднее. То есть человека начитанного, человека способного сформулировать мысль, донести ее до другого. И это вот как раз тот самый радио, тот самый транспорт, который будет наиболее комфортным, всегда будет наиболее комфортным, в каком бы формате, в какие бы времена мы с вами не жили. Ну и самое главное, конечно, чем хочется похвастаться, мы действительно занимаемся расширением территории. Мы начали вещание в Великобритании. Здесь вот в зале присутствует мой компаньон Кирилл Комаров, генеральный продюсер радиостанции, Саша Миндалин, финансовый директор радиостанции. То есть мы как раз занимаемся развитием уже не столько эфирной модели, потому что, в общем-то, мы прекрасно понимаем, что мы строим и зачем мы строим. Сейчас наша основная задача, используя те знания, которые мы приобрели за рубежом, это, как знаете, помните, может быть, старая сказка про левшу, который прибежал в Россию с криками «В Англии ружье кирпичом не чистить». Вот мы те самые левши, которые прибежали сейчас из Англии в Россию и работаем над тем, чтобы начать масштабировать нашу матрешку уже на российские эфиры. Наши знания, наш опыт передавать уже отечественному слушателю, ну и, наверное, даже нашим коллегам, отечественным вещателям, тем, кто готов воспринимать новые знания. Их, к сожалению, не так уж и много, но они уже есть. Ну вот в двух словах это все, что я хотел бы сказать. Если есть вопросы, я мог бы ответить на них. У меня вопрос. А скажите, пожалуйста, как вы представляете будущее радио? Это будет все-таки радио или это будет некое медиапространство, где будет и видео, и радио, и вы выходите в интернет однозначно? И там в каком формате вы свои программы в интернете представляете? Мы видим этих ваших зажигательных диджеев в интернете или только звук? Да, мы есть уже всюду. Вы знаете, ответ на этот вопрос дал герой фильму «Москва слезам не верит». Скоро не будет ни телевидения, ни радио, ни театра, ни кино. Будет один сплошной интернет. Но теперь уже, скорее всего, даже не интернет, потому что, собственно, интернет уже не является панацеей, как бы и конечной точкой развития. В любом случае, все это превратится в такой некий огромный мультиформат. Платформа такая. Да, вот уже слушатель, там зритель будет выбирать сам ту форму, которая в данный момент, вот в данную секунду времени, да, в данную секунду ему комфортнее. Потому что, например, сейчас по качеству контакта радио уделывает абсолютно всех в вопросах автомобильных. Потому что, когда человек сел за руль, руки и глаза заняты постоянно тем, чем они должны быть заняты, а не кнопанием в Facebook или в WhatsApp. Хотя многие пытаются еще как-то это обманывать судьбу, но судьба догоняет их в конце концов. В результате остается только звук. То есть человек, садясь в машину, оказывается полностью во власти радио. А поговорить по-прежнему хочется. И вот он сидит один в этой металлической скорлупке. И тут раз появляется живой человек, действительно живой, реальный, понимающий его человек, который доносит до него какие-то понятные вещи. Все, аудитория побеждена. Во что все это трансформируется, даже уже не имеет значения. Потому что состояние поговорить, оно будет требоваться всегда. Самое главное, знаете, занимаемся еще изучением социологии. Социологи выявили, что в настоящее время и на ближайшие десятилетия тренд развития проблематики в мегаполисах, то есть на первом месте будет оставаться самая главная проблема, проблема одиночества. То есть что с нами с вами сделал интернет, что с нами сделали социальные сети. Они усилили состояние одиночества. Потому что изучая там красивые фотографии, красивые видео своих друзей, подсознательно каждый человек начинает сравнивать себя. Себя реального, не отфотошопленного, не отретушированного. А вот себя в том виде, в каком он есть прямо сейчас, он начинает сравнивать со всей этой лентой. И это, оказывается, только усиливает состояние одиночества. Вот с этим одиночеством бороться человек может как? Только поговорив. Поэтому здесь радио останется все равно на первом месте. Вопросы есть? Здравствуйте. Алина Воскобоникова, руководитель студенческого радио Белгородского государственного университета. По вашему мнению, какое должно быть студенческое радио? Очень интересно. Спасибо. Я отвечу очень неожиданно. Студенческое радио должно быть. Вот просто должно быть. Потому что именно как раз в этом состоянии, если вы изучите историю американских радиостанций, все самые популярные хосты, все самые популярные телерадиоведущие, они как раз начинались на студенческих радио. Потому что именно в этом состоянии, в этот момент своей жизни человек способен экспериментировать. Причем человек, когда он студент, он же не просто живет, он учится, он впитывает в себя какие-то знания. И вот в момент, когда мозг впитывает новые для себя знания и пытается еще ретранслировать что-то новое, вот в этот момент человек наиболее эффективен и наиболее интересен. Поэтому здесь, вы знаете, это не имеет значения, каким оно будет. Самое главное, чтобы оно было, для многих сейчас скажу страшную фразу, но я надеюсь, что когда-нибудь поймете, что я хочу сказать. Главное, чтобы это радио было социально ответственным. В моей практике была такая, знаете, страшная ситуация. Я работал на российской радиостанции, много лет. И я сижу в прямом эфире, жду сменщика, коллегу. А в этот момент в Морске на Рижской взрыв. И я знаю, что мой коллега едет именно по этой ветке. Примерно в это время. А я работаю на развлекательной станции. Ретро-ФМ, то есть надо улыбаться. Там все замечательно. Буниема Таван, Алла Пугачева. И я бегу к своему тогдашнему шефу. Говорю, Володь, лажа, давай выключать микрофоны. Он говорит, Николай, к микрофону, пожалуйста. Продолжайте улыбаться. А у меня стоит телевизор с новостями в студии. Понимаете, да? Я улыбаюсь. Жизнь прекрасна. А после этого он мне налил вискаря. Я говорю вам, уже рассказываю честно. Налил вискаря и сказал, говорит, представляешь, вот если бы ты сейчас начал рубить правду матку, насколько количество самоубийств в Москве увеличилось бы? Понимаете? То есть каждый человек, который включает микрофон, он не имеет права на свое личное. Он должен думать не о себе. Он должен думать о тех людях, которые в эту секунду, скорее всего, испытывают необходимость услышать что-то ободряющее, что-то важное, что-то хорошее, светлое для себя. И они включают приемник для того, чтобы получить вот этот лучик света. Понимаете? Поэтому вот это вот словосочетание социальная ответственность, это то, что любой человек, работающий в медиа, должен себе просто вшить, я не знаю куда, на лоб бегущей строкой. Вот так. Да, слава богу, он приехал не вовремя, он опоздал на час, потому что, естественно, вся транспортная система была парализована. Но все прекрасно. Многие уже знают, я живу в Израиле и прожил в Израиле очень много лет. И подобная ситуация нам безумно знакома. И я так солидарен с тем, что здесь было сказано. Потому что если бы мы каждую неделю, когда были взрывы в Иерусалиме, начинали бы загонять себя в это ощущение, это было бы страшно. И поэтому здесь этот рассказ меня особенно взволновал, потому что ты не знаешь, как вести себя в такой ситуации. Только коммонсенс, только какая-то логика должна тебя привести. Не весь мир здесь заключен в этом моменте. Это частный случай. И на эту тему Давид Витстум, очень известный израильский журналист, написал целую книгу. Как телевидение реагирует на такие вещи. Телевидение, не радио. То есть то, что люди видят, должно ли оно все время транслировать эти страшные картины. А как реагирует тот, кто видит их все время, то есть ведущий в студии. Поэтому извините, что я так говорю. Что вы, что вы, спасибо. Напротив, спасибо большое. Это очень ценное дополнение, потому что мы-то с вами живем в режиме периодических вспышек. Это люди, кто бывают в Израиле, кто ездит в Израиль. Уже достаточно просто, когда приземляешься, выходишь из самолета в аэропорту, Бен-Гурион, начинаешь ощущать на себе степень внимания служб безопасности в стране, в которой идет постоянно война. Это, уверяю вас, это особый градус, особая степень ответственности. Добрый день. Мирзуанис Якубов, корреспондент студенческого радио Белый Гусь. Будьте добры, хотел бы у вас уточнить. За ваш многолетний опыт, можно даже сказать, первый вопрос. Вам легче вести какие-то короткие и вместительные, при этом информативные подкасты, либо же долгие, глубокие, аналитические, прямые эфиры? И второе, это что аудитория смотрит больше, точнее слушает больше, короткие подкасты, либо же прямые эфиры? Спасибо. Спасибо вам. Во-первых, начну с того, что у вас фантастически крутой голос. Это вырожденный для радио как минимум. Ну, это действительно круто. После вас хочется говорить на тон ниже. Попытаюсь ответить на ваш вопрос. Дело в том, что мой опыт в данном случае уже даже не имеет никакого значения. На сегодняшний день аудитория, как раз аудитория переведена в состояние клипового монтажа. Вот мы буквально перед началом сегодняшнего семинара и разговаривали на эту тему. Медицински доказано, что современный человек не способен воспринимать информацию продолжительностью более 2 минут 20 секунд. То есть, когда появился твиттер, недодуманная модель, но сама по себе идея была абсолютно гениальной. То есть, человек в современном, вот при нынешней скорости получения, не потребления, а именно получения информации, он просто не способен концентрироваться на большие форматы. Именно поэтому мы вот, кстати, на матрешке, ну, единственный у нас большой формат остался, это «Звездный городок», потому что артисты приходят не только поговорить, а и попеть, и мы периодически человека одергиваем, хватит лалы-лалы, давай споем. А все остальные программы у нас реально, в эфире нет программ хронометражом более 5 минут. То есть, стандартный хронометраж программы, такой рабочий, боевой, полторы-две с половиной минуты. Вот это боевой хронометраж любой программы абсолютно. И вы знаете, как оказывается, любое интервью, даже самое большое, гораздо интереснее нашинковать вот на эти маленькие кусочки и разбросать его как межпрограммка по плейлисту, и это гораздо динамичнее, интереснее слушается. То есть, во-первых, у тебя есть возможность убрать все лишнее, убрать всю воду и дать выжимку, соответственно, держать слушателя на коротком поводке. Это легко объясняется. Эхо Москвы пофигу, слушают их или не слушают. Абсолютно по барабану. То есть, во-первых, Эхо Москвы имеет совершенно другой бизнес-модель. То есть, другая информационная модель. Эхо Москвы работает, ну как бы не только Эхо Москвы, я не хочу, чтобы это превратилось в камни в огород господина Венедиктова, я его очень уважаю как журналиста, все информационные радиостанции работают, имеют бизнес-модель привязки аудитории к тревожной информации. Понимаете? То есть, знаете, как у интернет-маркетологов есть такая байка «Мир держится на трех китах. Деньги, секс, расчлененка». Понимаете? Вот Эхо Москвы работает в формате расчлененки. Поэтому там не имеет значения ни хронометраж, ничего. У них главная задача говорить, что все плохо. Даже не говорить, а кричать. Чувак, быстро, все плохо, все плохо. Вот сейчас еще будет хуже. Оставайся, подожди. Подожди еще минуту, после рекламы все будет совсем плохо. Вот это тот формат, в котором работают нынешние информационные медиаресурсы. Владимир Марков, радио «Мира Белогорья». Скажите, пожалуйста, а вот при такой нарезке, собственно говоря, мы это практикуем. Но мне кажется, что исчезает градус личного общения, когда это дело уже отрихтовано, очень хорошо обрезано. И реакция прямая, во-первых, исчезает. Во-вторых, все-таки в прямом эфире, в продолжительной беседе, если, допустим, мы связаны еще и в интернете, по телефону, может быть, слушатель вопрос задаст. Вот как с этим быть? И второй вопрос. Как вы боретесь с сумасшедшими, которые в прямой эфир попадают, несмотря на ухищрения технические, как то задержка эфира? Или когда люди просто заранее звонки принимают операторы, а потом? Вот это второй вопрос. Я начну с конца. Сумасшедших мы используем. Да, мы абсолютно цинично пользуемся сумасшедшими, потому что именно наличие сумасшедших позволяет нам доказывать, что мы существуем на планете Земля, что мы все-таки живой прямой эфир. И вот уже как раз перехожу к ответу на первый вопрос. Дело в том, что прямой живой эфир интерактив у нас есть. Это вот как бы я просто в этом 10-минутном ролике, ну, было глупо рассказывать подробности. Да, просто на самом деле это вообще особый рок-н-ролл. У нас каждое утро с 9 до 10 по Лондону включается сквозное окно на все города вещания. То есть у нас люди звонят, передают привет из Тель-Авива в Нью-Йорк, из Нью-Йорка в Лондон, из Лондона в Глазго. Вот уже там даже у нас была забавная ситуация, как один мальчик-строитель с лондонской стройки познакомился в эфире у нас, в эфире вот во время вот такого интерактива. Познакомился с девушкой из Майами, и мы целый месяц следили, как они там договаривались встречаться, когда они встретятся, когда она приедет. У него там были проблемы с работой, у нее проблемы с паспортом. В результате они встретились в Париже. Это было действительно совершенно не смоделировано, но очень круто. То есть это есть. Но тут еще такая штука. Одно дело, понимаете, когда это в режиме такого вот утреннего интерактива телефонного, когда там вот летит вся каша, даже и сумасшедшие в том числе, но для сумасшедших всегда есть возможность фейдер убрать, ну, мотикнул сон или ляпнул в какую-нибудь глупость. Задача ведущего правильно и грамотно отреагировать на это, и все. А что касается больших гостевых эфиров, когда, допустим, приходит какой-то большой человек, мы стараемся такие проекты не ставить, во-первых, на прайм. То есть в прайме, естественно, когда в основном это автомобильный прайм, ну, глупо давать такие проекты в эфир, потому что люди не услышат, не дойдет просто до людей. Мы ставим такие проекты в то время, когда люди уже способны специально включить приемник. То есть там вечер какой-нибудь, он уже выбирает посмотреть сериал или послушать радио. Ну и, естественно, потом публикуем подкасты, и это уже самое комфортное. Каждый, если ему интересен этот спикер, в любое время в интернете включит, послушает, и все будут счастливы. Разумеется, разумеется. Вот тут мы уже как раз, пользуясь автомобильным праймом, достаем каждого через промо-блоки. И, ну, тут главное просто не растекаться мыслью по древу. И все. Можно я вопрос тоже задам? Андрей Крагов, Ротари-клуб Москва-Кремль. У меня вопрос такой. Так как вы находитесь в Лондоне, вы свою целевую аудиторию рассматриваете как русскоязычную или все-таки англоязычную, говорящую на испанском языке? Потому что это тоже достаточно большой мир. Вот это первый вопрос. Второе. Я хотел бы просто добавить к нашей дискуссии. Буквально несколько дней назад я практически впервые в жизни позвонил на радио. Случайно просто ехал как раз в прайм-тайм на машине и переключал каналы. Я даже не знал, что это за радиопрограмма. Мне просто показалась интересным тема дискуссии, обсуждалась система образования и где лучше учиться. Лучше учиться в России или стремиться уехать за границу и учиться там. Я услышал, это было, кстати, эхо Москвы, хотя я не являюсь постоянным слушателем. Но мне это было очень интересно. Выступал ректор моего университета Баунского. Я решил позвонить на радио впервые в жизни. Как ни странно, мне ответили. Я подождал, мне дали слово. Поэтому я считаю, что это очень важная возможность поговорить и высказать свое мнение, если ты неравнодушен к этому вопросу. Спасибо. Спасибо вам за вопрос, особенно за вопрос о том, кто наша аудитория. Мы изобрели для себя новое слово, ввели такой неологизм. Мы теперь используем формулировку русско-понимающая аудитория. Нас, то есть на сегодняшний день, там за три с половиной года, мы уже поняли, кто нас слушает. Огромное количество выходцев из Прибалтики. Огромное количество выходцев из Украины, Казахстана, Дагестана. Она очень большая, очень большой комьюнити татарская. Нас слушают поляки, нас слушают немцы. То есть это в основном как раз, это уже странная бывшая варшавского договора. Благодаря, кстати, таксистам. Потому что в Лондоне очень много литовцев и поляков работает таксистами. И я даже разговаривал с одним поляком, таксистом, спрашивал, почему он слушает не полиш-радио, которая там достаточно рейтинговая и большая радиостанция, давно уже работает, ему даже лет 10. На что он мне сказал, он говорит, а никакое оно не полиш, оно американское радио. Я слушаю матрешку. Вот что мне ответил поляк. Ну то есть я, послушав полиш-радио, понял, что действительно такая станция с польским акцентом, но целиком и полностью форматированная под американский контент. Ну вот создатели выбрали такую модель. Нас слушают все, кто понимает русский язык. Потому что очень часто мы сталкиваемся с такой ситуацией, что люди не звонят в эфир, а пишут на WhatsApp только лишь потому, что они стесняются того, что не могут донести мысль. И они просто пишут нам, несмотря на то, что за рулем писать нельзя, не съезжают на обочину, пишут в эфир. Николай, добрый день. Факультет журналистики Светлана Ушакова. Скажите, пожалуйста, как сегодня представлено в Лондоне радиовещание на других языках, учитывая, что это мультикультурное совершенно такое пространство, и арабы, и выходцы из Африки, понятно, что и Восточная Европа. Насколько существуют радиостанции, подобные вашим, скажем, концептуально, и какие другие типы радиостанций, вот там существуют как раз с учетом интересов разного населения Лондона. Спасибо. Спасибо вам. Вы знаете, Лондон превратился в современный Вавилон. То есть мультинациональность этого именно города, потому что все, что за пределами лондонского МКАД М-25, как бы это уже превращается в старую Англию. А вот именно все, что внутри М-25, это вот современный Вавилон. В Великобритании очень интересная ситуация, как раз в которую попали мы, когда запускались. Дело в том, что в Англии, как и в большинстве европейских стран, отключается аналог, то есть уже идет процесс демонтажа аналога, то есть FM, AM, все привычные нам форматы, они уже просто демонтируются физически. На окраинах Великобритании уже не принимают FM-приемники. Норвегия уже отчиталась год назад, что весь аналог она отключила у себя. То есть вся Европа переходит в формат DAB. Это тот формат, в котором вещаем мы, Великобритания. Это цифровой эфирный формат. И в чем прелесть этого формата? То есть он по-прежнему, чтобы не упоруживаться сейчас в технологические тонкости, он по-прежнему использует те же самые волны, на которых вещали аналоговые станции. Но, грубо говоря, там вместо одной FM-радиостанции на этой частоте теперь помещаются десяток цифровых. И всем рынком целиком и полностью, даже на законодательном уровне, управляет VBC. У нас была забавная ситуация, когда мы получили звонок с рекомендацией изъять из эфира композицию группы «Frenky Ghost of Hollywood Relax» 1983 года, по-моему, если я не ошибаюсь. Потому что в 1984 году эта композиция редакции BBC была признана не эфирной. Она была признана композицией, которая провоцирует экстремистские настроения. И вот в 1984 году редакция BBC признала эту композицию не эфирной. Я спросил ее, позвольте, «Но мы же не BBC, BBC не эфирная, мы рекомендуем вам, поскольку BBC считает эту композицию не эфирной, мы рекомендуем вам изъять ее из эфира». Но, в принципе, для нас это была не самая важная композиция. Сделать такой приятный жест регулятору нам ничего не стоило. Ну, они монополисты. Так что, и дай бог им здоровья. Вот как-то так. Есть ли еще вопросы у кого-то? Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Борислав Струлев выражает искреннюю благодарность радио «Матрешка» и лично генеральному директору Кириллу Комарову за партнерские отношения и поддержку международного фестиваля «Белгород Мьюзик Фест» Борислав Струлев и друзья. Субтитры это Cultiv. Борислав Струлев